Варя Теперь миниатюру можно и на выставку, но у Варя есть и другая цель стать инструктором в игре о Великой Отечественной войне. Здесь ее миниатюры оживают. В этой игре нужно захватить город и если мы играем со стрельбой, то по возможности убить своего противника. Это не только уникальное и занимательное хобби, но еще и способ развить интерес к истории, лучше ее изучить и реализовать себя в разных апостасях. Инструктор, игротехник, игрок, миниатюрист. Самый основной момент это, чтобы он мог прийти в свою школу и сказать, ребята, я умею играть в Великую Отечественную, у меня есть набор, я вас могу научить. И на данном этапе мы приходим такой командой, когда, предположим, я управляю процессом, мне кто-то помогает, ребята работают непосредственно за столами. Но недалек тот день, когда кто-то из них поедет в Артек, мы уже несколько лет осуществляем такую практику, там 500 ребят, они из разных стран, некоторые на русском вообще не говорят, и они там привозят эти технологии из Денцова. Благодаря такой работе игровые наборы Денцовских ребят уже уехали в Португалию, Башкирию, Францию и другие страны. Автор таких занятий Андрей Ткачук. Так он развивает в одинцовской молодежи патриотические чувства. Занимается этим делом почти 10 лет. Первый свой историко-патриотический клуб открыл в 2012-м, сейчас их уже 4. У нас появляется площадка, на которой мы можем хоть в чем-то конкурировать с компьютерными играми, хоть в чем-то конкурировать с фильмом «Ярость американская» и так далее. То есть все игры, они начинались вот от настолок. И мы как бы сейчас делаем вот этот вот возврат в начало и делаем это с очень патриотичной игрой. Мы делаем это с очень обширной темой, в которой они могут оставаться 5 лет, оставшиеся у них в школе. Они могут под это дело подтягивать историю своей семьи. А начинается патриотическое воспитание с простых азов. Своими руками ребята делают танк Т-34. Мелкие детали придают ему реалистичность и оригинальность, чтобы мог конкурировать с себе подобными на выставках. В дело идут корни укропа, бумага и даже зубочистки. На миниатюру уходит примерно полтора часа даже у новичка. Например, такого, как я. Оказывается, делать миниатюры и раскрашивать их не так уж и сложно. Простым нажатием на кнопку аэрографа начинаем преображать фигурку. Я нажать пальчик. Назад немного пальчик. И вот у меня уже кое-что получается. Конечно, с первого раза не все удается, но я очень стараюсь. И, кстати говоря, мне это нравится. Это действительно увлекательная процедура. Этот проект Андрея Цкачука уже в седьмой раз побеждает на премии «Наши Подмосковья». Говорит, она дает не только финансовое подспорье для развития, но и расширяет горизонты и выводит на новый уровень. Основная масса мероприятий молодежной политики, она так или иначе все-таки ориентирована на 18. На 18. А что же делать с ребятами, которым 14, 13? Ну, то есть вот с этой категорией они уже подростки, они вот еще чуть-чуть станут молодежью, они, в общем-то, уже молодежь, но еще не могут, например, принять вот в этом участие, вот в этом, вот в этом. И мы вот этой работой создаем для них пространство, где они могут себя реализовать. Как идея максимум – это получить молодежь со знаком качества. Чтобы достичь этого уровня, настало время сделать качественный рывок. Придать занятиям научную основу, считает Андрей, и думает даже написать кандидатскую по этой теме. Сейчас озадачен поиском критериев для прорыва в области историко-патриотического воспитания. На вопрос, зачем все это нужно, отвечает просто. Есть тоже такое у меня ощущение, что я могу их двинуть куда-то вперед. То есть я как моделист в некоторых случаях от них начинаю даже отставать. Потому что есть ребята, которые, например, соревнуясь со мной же в категории взрослых, уходят вперед. Ну, это здорово. Нет, конечно, это где-то там обидно. Но это здорово, что вот оказалось, что у него потенциал, он вот так раскрывается. Другое дело, как он им там потом распорядится, но вот дать ему этот импульс я могу. Влада Шишова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.